Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня мы с вами будем рисовать летнюю блузку или кроп-топ, как их сейчас часто называют. Это укороченный топ с завязками, но при этом с длинными рукавами. Для этого я буду использовать вот такой шаблон. У меня есть специальные шаблоны для нижнего белья и для этой блузки он хорошо подойдет. Чем они отличаются? На этих шаблонах у нас есть линии по спине и спереди, линии трусиков, линии бра, разнообразных чашечек и так далее, что очень и очень удобно. Но мне понадобится только передняя часть, спиночку я рисовать не буду, спиночку можете нарисовать сами. Итак, один непунктирный, черный цвет и перышко. Сейчас я приближу, чтобы у меня все было удобно. Вот смотрите, какой красивый шаблончик, все на нем есть, все, что нам с вами необходимо. Рисовать я буду половинку, потом асимметрично нарисую завязку, чтобы она была такая более живая. Слой с шаблоном я заблокировала, сверху создала новый слой. И, наверное, рисовать я буду все-таки красным, чтобы вам было лучше видно. Смотрите, за счет того, что здесь понятна линия груди, понятно, куда это все приходит, мне сейчас будет достаточно удобно все это делать. Что бы я хотела? Во-первых, я хотела бы вот такой вот топ, сразу изобразить его форму. Так, вот здесь мы сейчас поправим, потому что здесь линия не совпадает с необходимой и, скорее всего, надо будет добавлять. Нет, не надо. Вот, вот так. И отсюда, вот из этой линии будет идти рукав. Соответственно, у рукава здесь будет вот такая тесемочка. И уже от этой тесемочки мы будем рисовать сам рукав, такой объемный, снизу, с припуском, вот так, с напуском. И вот сюда он будет обратно приходить. Соответственно, на нем сейчас нарисуем мягкие складочки и легкий манжетик снизу, чтобы все у нас сочеталось. Итак, прорисовываем манжетик. И теперь обращаем особое внимание вот сюда, на плечо. Смотрите, как удобно, что у нас с вами все есть на шаблоне. Мы можем поправить необходимую форму, понять, где у нас что будет, посмотреть, какой формы. Соответственно, здесь все. Так, здесь, да, где будет, здесь будет узел и завязка, когда мы соединим все. Но, естественно, сейчас мы прорисуем линеарно мягкие складки. Лучше сначала даже нарисовать не линеарно, а тенями. Потому что, когда мы рисуем складки, мы с вами говорим сразу о нескольких типах. Первый тип это пятно, другой тип это линия, как можно их изображать. Вот, и сейчас мы сделаем пятновые складки. Видите, я создала новый слой отдельный. И сейчас мы нарисуем пятна именно тех складок, тех драпировок, которые у нас тут будут. Вот так. Не надо пугаться, что они у меня получаются достаточно контрастные и яркие. Я делаю это специально для того, чтобы их было хорошо видно, для того, чтобы во время рисунка я все понимала. Потом мы их сделаем более мягкими. Можно их там даже через размытие замыть, можно просто так оставить. Ну, в общем, это не так все страшно. Нужно просто их наметить. Потом уже доработаем их линиями, и будет у нас полная с вами красота. Так. И вот здесь нужно тоже, как будто бы здесь оборочка. Соответственно, по этой оборочке нам надо с вами нарисовать такое достаточно темное пятнышко. Знаю, что вот... Ну, кто меня давно смотрит, наверное, уже привыкли к тому, что сначала оно смотрится все как-то ой-ой-ой, потом становится нормально. Но для тех, кто первый раз, не переживайте, мы сейчас все поправим, и все будет красиво. Вот, смотрите, это мои тени. Ctrl-A, сочетание клавиш, правая кнопочка мыши, сгруппировать. Вот у меня все мои тени сгруппировались, они на одном слое. И теперь давайте мы их с вами немножечко сделаем им размытие по гауссу. Смотрите, они какие мягенькие стали. Но я думаю, что нам, наверное, пятерочка нужна. Вот так. Чтобы они и не были слишком мягкими, и не были слишком жесткими. И немножко так вот их осветлим. И вот они уже как бы тени и не тени. Вы просто еще учтите тот момент, что вот это все, вся вот эта наша красота, она будет непрозрачная. Соответственно, то, что мы видим, оно будет вот так. Сейчас красным, потом я переведу в черный цвет. Ну, для черно-белого эскиза. Почему рисую красным? Чтобы лучше от шаблона отделялось, и мне было бы лучше видно. Можете рисовать черным, если вам так комфортнее. Вот, у нас с вами встала база под тени. Теперь мы готовы рисовать линеарные тени. Соответственно, когда мы рисуем линии, нам нужна только линия без заливки. И мы их плавно показываем. И здесь вот собираем все это делаем. Сначала они смотрятся достаточно грубыми. Потому что я рисую не какой-то спецкистью, а обычной кисточкой. Перышком я это делаю. Ну, и смотрятся, конечно, может быть, на ваш взгляд грубо. Но не переживайте. Мы сейчас это все поправим. Нам нужно просто нарисовать красивые линеарные формы для складочек. Складки хорошо рисовать двумя типами. Ну, по крайней мере, вот то, что я когда рисую, я пришла к такому выводу. Во-первых, это мягкие линии. Не надо их делать топорно-прямыми. Лучше, чтобы был плавный изгиб какой-то. Вот. И линии, вот такие завитушки. Завитушки всегда смотрятся очень хорошо. Вот они всегда вьются, как правило, по тени. И дают, ну, вот прям правильную красоту. Вот такая вот завитушка, она будет очень мягко и гармонично смотреться. Теперь все вот это наше топорное счастье мы выбираем. Ctrl-A. Правой кнопочкой сгруппировать. И, естественно, они не будут такие толстые. Мы делаем толщину 0,5. И вот здесь в профиле выберем вот эту линию. Смотрите сразу, какие линии. Они все так вот заискрились туда-сюда. Если вы понимаете, что они толстоваты, можно их сделать, например, 0,3. И тогда будет более все мягко. Если какие-то линии вам мешаются, естественно, их можно поправить. Никто вам не говорит, что только так и никак иначе. Что вы не можете убрать, добавить и как-то это все переиграть. Вот такая история. Это у нас с вами получилась основа. Я бы добавила еще вот сюда тенюшечку. Мне ее тут не хватает. И тени я рекомендую делать единостильные. То есть, если вы уже затеялись с размытием, делайте с размытием. Если вы решили все делать без размытия, то можно там в одном месте размыть, если это требуется для эффекта ткани, например, бархатной. Но вот разное размытие лучше не надо. Вот я вот такое хочу. Прозрачность. Здесь вот мне не хватило. Притом, по непрозрачности тени могут быть разные. Для того, чтобы у нас лучше формировалось то, что мы с вами хотим отразить. Ну вот, все, что у меня есть. Я теперь могу это все вместе объединить. Достаточно просто сгруппировать, и вся моя красота соберется на одном слое. Так, давайте теперь мы сделаем зеркальное отражение. Оно у нас находится вот здесь. От линии центра, видите, на шаблоне есть линия центра. Вращаем, зажимаем кнопочку Shift, кнопочку Alt, потом отпускаем кнопку мышки, потом уже отпускаем кнопки клавиатуры. Вот такая красота у нас получилась. И то, что я говорила о симметрии, которую мы будем с вами делать, соответственно, создам новый слой. Зачем я создаю новые слои? Потому что когда вы рисуете, если я сейчас начну рисовать поверх того, что у меня уже есть, у меня будет цепляться исходный рисунок, и мне будет неудобно. А тот бант, завязку, который я буду сделать вот здесь по груди, для него это совсем не требуется. Поэтому мы сейчас нарисуем самый нижний слой. То есть там будет такой, как платочек. Вот так вот он будет выглядеть. Это нижний слой. Давайте просто заливку и белый цвет. Потом будет завязка. Большой такой бант. Не бант, а узел. Можно бант сделать, а можно сделать узелочек. Обычно вот он такого плана. И потом из этого узелочка у нас будет с вами уже висеть второй уголочек завязки. Вот почему я хотела их рисовать асимметрично. Потому что когда вот эта история не подчиняется такой правильной симметрии, она смотрится намного красивее. И естественно, вот здесь у нас будут мягкие складки. Вот так они у нас будут идти. Это будут у нас теневые складки, а именно пятновые. То, что мы делали до этого. Соответственно, так убрать. Эффект размытия. Здесь сразу запоминается то размытие, которое было. Хорошо. Еще раз выбираем. У нас появляется непрозрачность. Вот. И теперь уже рисуем линии арно. Красоту, которая нам нужна. Она сейчас у нас залилась пятном. Но мы его сейчас... Оп. И все вот эти моменты проправляем. Делаем аккуратненько. Не переусердствуйте. Здесь, видите, цепляется. Вот я поэтому не люблю. Но этого хватит. Вот. Цепляет одна другую. Начинается здесь заливка. Здесь не заливка. Ну вот это вот, в общем, все неудобно. Так. Вот они, две наши линии. Она у нас будет 0,5. И, соответственно, тоже здесь дадим красоту. Вот такая штучка получилась. Вот здесь отдельно я бы тоже добавила, что здесь будут линии. Ну, чтобы он не был голым. Несмотря на то, что он там внутри, мы же видим кусочек, правда? И хотелось бы, чтобы он был тоже все-таки со складочками и с тенюшкой. Вот. Поэтому сейчас мы это все подрисуем. Вот так вот тень наденем. Вот. Это внутренняя часть завязки. Ну, которая как бы внизу лежит. Ну, тоже она важна. Мы можем отдельно ее проработать. И это очень большой плюс. Поэтому тоже не стоит отрицать и забывать. Так. Так. Это у нас будет на переднем плане. И что же там вот так? Вот. Смотрите, вот эту заливку надо убрать. Потому что белая заливка нам не нужна. Все. Можно это сгруппировать, чтобы оно у нас там не вылезало никуда. И вот сюда вот так вернуть. И назад переложить. Как я перекладываю назад? Сочетанием клавиш Ctrl и квадратная скобочка. Вот оно у меня плавно уходит назад. Шаг за шагом. О, ушло. Ну, в общем-то, мы закончили с нашим эскизом. Сейчас для черно-белого эскиза получилось плохо. Поэтому мы все это вместе сгруппировываем. Все остается на одном слое. И что мы можем сделать? Мы можем сделать очень простую вещь. Войти вот сюда. Перекрасить графический объект. Дополнительные параметры. И сделать наш, например, красный цвет черным. Смотрите, как раз-два. Эскиз стал черно-белым. Пожалуйста, можно с ним общаться. И, соответственно, можем покрасить, например, пару цветов того, как бы мы хотели. Здесь могут быть однотонные, могут быть какие-нибудь там цветочки. Что бы вы хотели видеть? Сейчас посмотрим, попробуем. Давайте однотонную сначала сделаем. Двойной клик. Выбираем. Мне бы хотелось, чтобы она была какого-нибудь такого пудрового цвета. Розового-пудрового. А можно вот и яркого. Почему бы и нет? Смотрите, когда вот такой яркий цвет, не очень здорово смотрятся серые тени. Кажется, что вот как-то они странновато себя ведут. Что для этого сделать? Для этого мы берем с вами цвет исходник. Выбираем его. И затемняем. То есть, чтобы у нас тень была не черная, а все-таки цвета. Того, который нам нужен. Тогда получается такой богатый, красивый вариант. Я бы оставляла вот эту всю красоту. Соответственно, на шаблоне шаблон слишком яркий. Поэтому мы можем просто взять и, например, у шаблона убрать непрозрачность, чтобы он стал более тусклый. И на его фоне не терялись наши эскизы. Потому что он немножко перебивает, а он должен только задавать, где и как. Особенно конструктору будет удобно с этим работать. Вот. Так. И давайте какие-нибудь цветочки. Сейчас я посмотрю. Возможно, у меня что-то есть готовое. Файл открыть. Давайте посмотрим. У нас вот здесь. Вот. Есть готовые принтики, которые я выбирала. Ой, ну прекрасная розовая такая вот прям няшная штучка. Смотрите, какие розочки. Были они скачаны из интернета. С Pixabay я обычно качаю. Там бесплатная вся эта история. Вот. Сейчас мы такую разместим. Ну, мне кажется, прям красота сейчас будет неземная. Сюда это все закидываем. И хочу показать два варианта. Смотрите, вариант 1 и вариант 2. Мы посмотрим с вами, выберем, какой будет лучше. Так, вариант 1. Приближаю вот эту всю красоту. Вхожу в режим изоляции двойным кликом. Выбираю все мое розовое и заливаю моим принтом. Вот. Вот что у меня получилось. В принципе, цвет я могу сохранить. Цвет теней, он подходит хорошо. Но, что бы я хотела поправить. Смотрите, масштаб здесь достаточно мелкий. А я могу вывести масштаб прям крупный. Сейчас мы так опять волшебной палочкой все вместе выберем. Вот здесь выберем масштаб. Сделаем, чтобы это были только узоры. И сделаем там 300, например. Не хочешь? Ну, хорошо. Сейчас я тебе еще раз то же самое задам. Иногда она бастует. Это нормально. Во. Смотрите. 300 маловато. 500. Во. Хорошо. И посмотрим, какой вариант нам больше устроит. Когда вот такие крупные разводы. Или мелкие. Ну, мелкие, мне кажется, как более интересный вариант. И вот то, что я сейчас вижу, откровенно говоря, смотреть на этот эскиз без шаблона, ну, достаточно как-то, согласитесь, странно. Соответственно, сейчас мы организуем шаблоны для этих эскизов. Ну, потому что как-то вот оно странненько смотрится. Без шаблона какая-то такая непонятная хренатень. А с шаблоном все будет очень красиво смотреться. Так что, вот видите, есть эскизы, которые просто без шаблона смотрятся, ну, странновато. В силу своего особенностей своих и дизайна. Так, давайте мы это оставим по центру. Наш логотип. Fashion Vector Design найдете у нас. Можете в поисковиках искать, в маркетах. Мы там везде есть. Это наш бренд. Так, ну что, давайте. Вот так. Вот так. И вот так. Такая вот летняя, девчачья, очень женственная, очень такая кокетливая штучка получилась. Ну, я думаю, что для пляжной моды вполне себе приятная штучка. И я вам показала, что отрисовав вот такую красоту, вы можете ее сделать, например, и однотонной, и цветной. Здесь вот все это на резиночке у нас собрано. Ну, конечно, еще спиночку дорисовать, прописать все технологии. И можно отдавать конструктору. На этом все. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал. Написать, если у вас появились вопросы или пожелания, что вы бы хотели увидеть в отрисовке. А с вами была Чайковская Екатерина. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.